Добрый день! В эфире программа «Тема дня». Здравствуйте, наши радиослушатели и телезрители. В студии Елена Ефимова. Тема сегодня – глобальное потепление, изменение климата и, как все вышеперечисленное, сказывается на нашем организме и на растениях. Гости студии Татьяна Юрьевна Зимина, начальник Тверского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Александр Сергеевич Сорокин, директор экологического центра, доцент кафедры физической географии и экологии, факультета географии и геоэкологии Тверского государственного университета. Добрый день вам и всем нашим землякам. И Юрий Викторович Наумцев, директор ботанического сада Тверского государственного университета. Добрый день. Первый вопрос, с которого хотелось бы начать, логично, нашу тему. Как правильно все же говорить? Изменяется сейчас климат или происходит действительно это явление глобальное потепление? Кто первый начнет? Татьяна Ильяна. Надо сказать, что изменение климата – это вообще такая большая функция. И если раньше, правда, в связи с тем, что это так часто меняется у нас в климатическом условии, если раньше за единицу изменения климата считалось 100 лет, и это довольно-таки долго продолжалось, то сейчас весь научный мир в связи с такими резкими изменениями на планете в целом остановился на 30-летнем периоде. Для того, чтобы понять, что меняется у нас климат в ту или иную сторону, нам нужно проанализировать 30-летний ряд наблюдений, как минимум. А вот скажите, Паша, что ваша служба анализирует, то есть занимается анализом, соответственно, вот если есть какие-то данные сейчас уже? Да, наша служба анализирует, и мы ведем… В прошлом году мы только отметили 185 лет инструментальных наблюдений. За погодой следили люди всю жизнь. Инструментальные систематические наблюдения, вот, в общем-то, проводятся 185 лет. Да, конечно, мы ведем этот анализ и смотрим, что и как происходит. И надо сказать, что в целом, это мы знаем, и всемирная организация наша, метеорологическая, она проводит анализ этот. Мы в целом знаем, что идет, конечно, среднегодовая температура на территории, на всем земном шаре, она, конечно, повышается. На 0,5 в прошлом году это было. И больше, чем на всем земном шаре в российской территории, над российской территорией 0,8 градуса было изменение температуры в сторону увеличения. Да, в целом, конечно, пока это… Можно говорить о том, что климат, что называется, в теплую сторону меняется, безусловно. Но надо посмотреть, что будет еще через 30 лет, к примеру. То есть, пока что о таком глобальном потеплении мы не можем говорить? То есть, вот, сейчас много же статей пишут о том, что ледники, да, там, то есть, с ледниками происходят. Конечно, идет глобальное потепление. Да, ледников отсюда не видно. А вот белые цапли, баклан, южные, западные виды за последние примерно 10 лет стали гнездиться в Твердской области. А звездчатый ткач-пилильщик очень огорчает лесников и всех. Это насекомые, личинки которого поедают хвою сосны. Причем, у нас случаются вспышки размножения. Это тоже южный вид. И таких примеров множество. Вот они, доказательства того, что климат изменяется, идет потепление. Ну и мы, наверное, все же замечаем это вот… Да, вот я хочу в подтверждение слов сказать, что вот я принесла данные за последние 10 лет. И нет ни одного года посредней годовой температуры, чтобы мы были в пределах нормы. Все идет, конечно, увеличение. Самым холодным годом можно называть 2012, в котором было превышение температуры всего на 0,1 градуса. Ну и в настоящее время самым теплым годом был, конечно, прошлый 2019 год, когда годовая температура отклонилась в большую сторону аж на 2 градуса. То есть, это зима, про которую… Да, для годовых функций, для годовых температур – это очень большая величина, безусловно. Потому что у нас не было ни одного месяца в году, когда температура была около нормы или даже ниже нормы. Все время была в положительную сторону. Ну… Я еще… Самое свежее наблюдение. Вчера был на рыбалке. Компания пенсионеров 70+. Вот никто из них такой ситуации, ледовой, нужен лед, не помнит. За вот свои там 60-ли сколько… Ну, есть, но вот мы на Волгу не выходили. Страшно. Лед есть, но лучше не рисковать. И ходили по заливам. На заливах лед еще более-менее прочный. То есть, такой зимы, чтобы было… И я не помню, тоже не очень молодой человек. В жизни такого не было. Как у вас… Да-да-да, Татьяна? Хорошо. Вот хотелось бы немножко возразить. Вот вспомните тогда 2015 год. Он всего отстал на полградуса. Было на полтора градуса выше нормы в течение года температура. Ну, я просто хочу сказать, что это как бы… Да, этот год чрезвычайно необычайный. Но такое было. У нас есть звонок в студию. Сейчас мы послушаем. Здравствуйте. Меня зовут Александр Анатольевич. И у меня такой вопрос. Аномальный год, чудный год. И что нам вот садоводам, огородникам ожидать? Как отреагирует наше растение? Вот я задаюсь таким вопросом. Что у нас будет? Останемся мы без урожая? Или наоборот будет урожай необъятный? Вот что вы скажете как специалисты и эксперты по этому вопросу? Спасибо большое. В данном случае, любые эксперты согласятся, что прогноз сделал неблагодарное. И говорит о том, что будет и как будет. Но это из серии гаданий. Я думаю, что паниковать не стоит ни в каком. В любом случае, вообще мир живой природы имеет большой потенциал запаса, растений в том числе. Но назвать для растений, то есть им благоприятной, конечно, нельзя. И вот мы уже говорили про 30-летний цикл. Мы как раз в него вписываемся. Потому что наш сад начал наблюдение регулярное после восстановления в рамках университета с 1989 года. То есть как раз больше 30 лет и прошло. И у нас динамика подтверждает все, что было уже выше сказано. Мы не говорим, естественно, мы не ведем мониторинг изменения температур. Мы ведем мониторинг того, как ведут себя виды растений. И понятно, что если 30 лет назад по некоторым видам любые попытки их вырастить, или чтобы они прошли полный цикл в наших условиях, они не удавались. То сейчас, с одной стороны, нам это приятно, что мы можем иметь в коллекциях целый ряд видов растений, которые раньше не зимовали, грубо говоря, вообще в Тверском регионе. Сейчас с ними все в порядке. Но прохождение циклов нарушено очень сильно. И в этом году, чудной год, аномальный год, не случайно же впервые за 30-летнее наблюдение более чем было зафиксировано цветение наших местных видов. То, что там ботанические сады, другие парки, города рапортуют и цветение крокусов, галантусов. Ну и что такого? Они цветут каждый год, потому что это виды южноевропейские, виды Кавказа, Крыма, Малой Азии, к примеру. Соответственно, для них даже январь, а уж тем более февраль, это просто календарная весна, они должны цвести. Если у нас есть потепление, туда они цветут. Наши виды держатся очень четко, они знают, чем дело может кончиться. Но Тараса Печеночница, грубо говоря, сломалась в этом году в январе. То есть такого, конечно, не было никогда, чтобы мы получили январское цветение. Именно многолетних растений нашей природно-климатической зоны, это было впервые. Поэтому, конечно, это реакция на те температурные изменения, на общую суточную температуру среднюю в том числе. И это происходит. Что касается садоводов и огородников, у нас тоже хорошего, если растения фактически лишены зимнего периода покоя. Это то же самое, что нам не давать спать. Более того, уже Александр Сергеевич упоминал тех же самых насекомых-вредителей. Не только южные виды, которые стали появляться, но и наши, ведь зимние, русские морозы. Это один из компонентов, который позволяет хотя бы часть популяции насекомых-вредителей погубить в течение зимы. В этом году все они поют и веселятся, и не только растения не могут отдохнуть. Но мы получим определенную вспышку численности насекомых-вредителей. На самом интересном мы сейчас прервемся, потому что у нас реклама, а потом продолжим. И надеемся, что наши тоже радиослушатели и зрители будут с нами. А мы возвращаемся в студию программы «Тема дня». Сегодня тема нашей программы — это глобальное потепление, изменение климата. Ну и, конечно, как все это скажется на растениях, как это сказывается на нашем организме. Я напомню, что номер прямого эфира — 3190. Вы можете задавать свои вопросы. Сегодня у нас эксперты, кто рассказывает нам о том, что нам ожидать и от предстоящего сезона, который, наверное, для многих, у кого есть сейчас огород, уже начинается. Как вот мы буквально перед рекламой уже, наверное, часа говорили об этом. И они уже, конечно, начинают сажать рассаду, эти красоты, баклажанов, перцев. И более того, уже масса операций садоводческих, огородческих. Их можно проводить в своих садах на участках. И все-таки ждать все равно урожая хорошего. Потому что это на многом зависит и от нас в том числе. В данном случае мы уже говорим с моими коллегами, что действительно вспышка численности насекомых-вредителей вполне может быть ожидаема. Но в то же время можно надеяться на то, что из-за теплой зимы часть вот этих насекомых и их численности будет съедена. То есть компенсирован их урон такой, который они могут нанести растениями, популяциями птиц, которые в этом году кромовую базу имеют гораздо большую. Потому что на период покоя, скажем, они не уходили. Больших морозов не было, снежного покрова нет. Насколько это будет нивелировано друг с другом, сказать, опять же, сложно. Но природа мудра. На самом деле она гораздо удивительно сбалансирована больше, чем люди. Мы только играем в видимость баланса. А вот настоящая видимость – это от климата до происходящего в живой природе. Поэтому я искренне верю все равно, что все будет в порядке. Другое дело, конечно, те самые генеративные источные почки, которые уже раскрылись и уже процвели, у них весеннего цветения не будет. А мы фиксируем это не только по травянистым растениям, но и по ряду древесно-кустарниковой растительности. Поэтому мы можем ожидать, к примеру, некого процентного уменьшения активности цветения. Но все-таки какой-то трагедии пока я не вижу. И я совершенно согласен с главным климатологом нашей компании, что все-таки все эти наблюдения требуют очень больших циклов, очень большой длительной обработки статистики для того, чтобы делать выводы какие-то уже действительно основательные. Да, то, что это угрожающая динамика, неприятная, ненормальная совершенно, это объективно мы это видим. Глупо говорить, что ничего не происходит. Так могут говорить только обыватели, которые совершенно не образованы, или отрисают это с какими-то определенными внутренними целями. Ну, а насколько далеко это зайдет, и от нас тоже во многом зависит. Ну вот, Татьяна, Вы как раз сказали о том, что в этом году и почва очень будет увлажненная. Да, но прошлый год был знаменателем не только по температурным значениям, но и по количеству упавших осадков. К примеру, в октябре месяце или в начале ноября месяца у нас в Осташкове было три месячных нормы буквально за полтора-два дня. Это, конечно, большие величины. И мы превысили годовую норму на 115 миллиметров. 115 миллиметров – это значительная величина. Это практически двухмесячная норма к в среднем где-то 50-80 миллиметров. И мы превысили практически двухмесячную норму. Как будто у нас было 14 месяцев. Скажется это на чем? То есть вот такое вот почву? Ну, оно и сейчас сказывается. В настоящий момент почва не промерзшая, переувлажнена. А впереди у нас что? Половодие. Половодие, в первую очередь, оно скажется. Безусловно, на половодие. Ну, и увлажнение у всех огородов, безусловно, будет, где низины и так далее. Будет переувлажнение. Только что тает нечем. Снег нечем. Ну, зато воды хватает в почве сейчас достаточно. Снег есть, надо вам сказать. Не совсем так. Нет, конечно, он есть. У нас территория очень большая. Расположена она очень интересно. Простирается с юго-запада на северо-восток. У нас в северо-восточных районах высота снежного покрова 26 сантиметров. Это в Твери у нас 5-6 сантиметров. И на юго-западе практически нет. В некоторых частях нашей области есть снежный покров, есть и... Больше-то везло. Ну, то есть, если говорить о том, что нас в самом начале зимы говорили нам про розовую зиму, все еще говорили вишневая розовая зима, как красиво звучит. Ну, вот она красиво звучит, но на самом деле какая-то получилась вот такая не зима. Это все же свершилось, да? Да, да, это, конечно, свершилось. И по той информации, которая у нас есть на сегодняшний день, до конца февраля, до первого дня, календарной весны, мало что изменится там. Есть отдельные дни, когда температура воздуха будет понижаться, ну, где-нибудь до 5-6 градусов мороза. Это ни о чем. И дневные температуры все время близко к нулю, и осадки в виде мокрого снега, и дождя будут продолжаться. То есть, вот такие нас ожидают до конца февраля. Позвольте вернуться к садам и огородам. Вот послушав нас, наверное, может быть так случится, люди побегут покупать ядохимикаты. Что насекомых, да? Да, да, мы так сказали. А ведь на каждого вредителя есть свой вредитель. В этом году я купил вот два пакета килограммовых семечек для синичек. Один пакет израсходовал, а уже февраль в середину. Семечки еще не закончились. То есть, они прекрасно, эти синички себя чувствуют. И если в суровые зимы 4 из 5 синичек погибает, то я думаю, что в эту зиму они сохранились. И они этих вредителей... Придется вам синички самому есть. То есть, не увлекайтесь ядохимикатами. То есть, это как показатель теплой зимы, что у них было... Да, да. Питание было, как бы они не страдали. Мороза не было, а питание было. Если вернуться к потеплению все же, можно вот такой вопрос задать? Что такое все же парниковый эффект и как он влияет на климат? Действительно, происходит это? Не знаю, давайте. Что происходит? У вас любимая тема. Опять же, про огородников, которым хорошо знаком парниковый эффект. Выращивает огурцы и другие теплолюбивые культуры в парниках. Вот роль пленки в целом для атмосферы, как считают авторитетные ученые, и давно уже выполняют углекислый газ, ну и некоторые другие, там метан, другие парниковые газы. И концентрация этих газов увеличивается. То есть, это одеяло становится все теплее. С этим никто не спорит. Спорят с чем? Человек ли является виноватым в этом? Или это может быть вулканы, это может быть метан из вечной мерзлоты выделяется? То есть, человек тут ни при чем. Я считаю, что все мы, здесь сидящие, нас слушающие, являются виноватыми в этом деле. Почему? Потому что мы на девять десятых обеспечиваем себя энергией за счет сжигания ископаемого топлива. И результат, сжигаемый на электростанциях, такой увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере. Ну и что? И как? Для России это соотношение еще, как говорится, хуже. То есть, небольшой процент энергии мы получаем из возобновляемых источников. У нас много газа, нефти и прочее. Да, мы сжигаем. Там, где люди не столь хорошо обеспечены этим самым ископаемым топливом, развиваются альтернативные источники энергии. Больше озабочены все эти будущие. Озабочены они, да. И такое у меня приходит в голову образное сравнение. Что такое на девять десятых мы обеспечиваем себя за счет нефти, газа, энергии. А это значит, мы проматываем наследие, которое копилось сотни миллионов лет. Вот мы это проматываем. Мы наследники. Мы зарабатываем-то немного, а бюджет у нас вот такой. Мы себе можем это позволить. Это раз. Два. Мы берем кредит у будущих поколений. То есть, одно дело мы растратчики. Другое дело мы все еще и кредит берем. Что такое этот кредит? Это загрязнение окружающей среды, с которым придется бороться в будущем поколении. Вот мы такие вот разгильдяи, извините. И тратим то, что нам досталось, и еще и залезаем в карман. И наносим вред будущим поколениям. Вот с этим надо... Получается, что человек является, да, в основном причиной такого... По-моему, человек, хотя, Татьяна Юрьевна, можно сказать, нельзя сказать. Или все же природные какие-то пары. И то, и другое, все это в совокупности. Вообще в жизни никто не бывает виноват, кто-то один. А с третьей стороны, вот даже для, в частности, для территории Тверской области, какие есть другие альтернативные источники? Солнца нет, солнечную батарею не поставишь. У меня часть приборов новых по модернизации, которые я получила, отказываются работать, потому что аккумулятор работает от солнечной батареи. А вот почему солнца так стало мало? Ведь на самом деле мы сейчас уже... Вот частично, наверное, еще и парниковый эффект тоже имеет это значение. У нас очень часто такое явление наблюдается, как инверсия. Инверсия – это обратное распределение температуры воздуха. Если она должна понижаться с высотой, то бывает наоборот. Лет 200 тому назад нынешняя Тверская область имела население в два раза больше. И не было ископаемого топлива, ничего не сжигали и жили прекрасно. А чем они грелись-то? А как грелись? Дровами грелись. А дрова возобновляются. Дрова тоже создают. Создают. Это возобновляемый источник. А сейчас мы перешли на невозобновляемое, на то, что копилось сотни миллионов лет, на газ, в частности, на уголь. Татьяна Ильичевна, как думаете, солнышко нас весной, летом хоть порадует? Обязательно порадует. У нее даже сомневаться не надо насчет этого. Но, конечно, вопросы есть у нас с этим. Трудности. Определенные трудности. Трудности прямо вот они ощутимые. Есть очень высокая влажность. Постоянный юго-западный перенос. Это теплая Атлантика, когда уже она остынет, никак не хочет остывать. Она сильно прогрелась в этом году. И все время нам несет эти влажные массы воздуха, которые нам... Спасибо. У нас есть еще звоночек. Давайте послушаем, какой вопрос. Здравствуйте. У меня к Александру Сергеевичу вопрос. У нас в Германии уже сформировано очень мощное мнение, что нужно отказываться от использования природных ресурсов. Вот всяких наших. И вы как предлагаете тоже начать пойти по этому пути, экономить на всем, переходить на какие-то альтернативные источники? Какое ваше мнение по этому поводу? Отказываться нельзя за природных ресурсов. И в Швеции, да, и на сессии, на Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций очень популярна сейчас позиция шведской школьницы... Греты Тунберг. Да, Греты Тунберг. Судя по реакции наших средств массовой информации, мы Грету не поддерживаем. Она не своим делом занимается, потому что действительно для нас, для тех, кто богат энергоресурсами, ее позиция не очень хороша. Вот такой диалог происходит, я его как раз примитивно опишу. Вот Грета Тунберг, она говорит, вы решаете нас и будущего поколения хорошей жизни. А с другой стороны, президент Трамп, самый богатый страны, он говорит, Грета, девочка, ты это не права. А Грета говорит, дяденька Трамп, вы, вот каждому, опять это мои слова, полагается в день хорошая котлета. Одна. Вы как богатый человек, вот как бы я сказал, вы съедаете в день сотни и тысячи котлет, в один день, если все это эквивалентно перевести на использование природных ресурсов. А как президент Соединенных Штатов, вы десятки и сотни тысяч котлет в один день съедаете. Дяденька Трамп, вы не могли бы немножко умереть свои аппетиты. И вот, и каждый из нас, глядя друг на друга, глядя на то, что кто-то имеет хороший бюджет, хорошие деньги, и пусть он не, так сказать, не тысяча котлет, но много котлет, и на производство этих котлет тратится природные ресурсы, и этот самый парниковый эффект развивается. И каждый из нас должен в меру своих возможностей экономить природные ресурсы. В данном случае речь-то об экономии такой не идет. Есть какие-то разумности, собственно говоря. Вы идете в магазин, но если вы покупаете лимон, почему нужно положить его в пакет? Почему, собственно, даже стикер, который весовой вам выдается в отделе, вы не можете наклеить на лимон? Почему нельзя взять всего многоразовый пакет? Почему, в конце концов, да, мы отказались от многоразовых сумок, упаковки и всего остального. Это элементарные вещи. Это личная ответственность. Вообще, это личная грамота, это интеллигентность человеческая. Воспитывая, да? Конечно, но воспитываем мы это сами, мы это сами можем делать. В конце концов, у нас есть дети, внуки, друзья. И это очень просто, но дает этот эффект совершенно замечательный. Да, мы заигрались. Какие-то страны больше, какие-то меньше. Какие-то могут себе это позволить в большей степени, а какие-то в меньшей степени. Но Россия давно не относится к категории бедных стран третьего мира. И шквал потребления, который сейчас мы себе обеспечиваем, для того, чтобы, как Александр Сергеевич сказал, просто в циклопической какой-то прогрессии геометрически увеличивать тот же самый мусорный эффект, причем разлагающийся тысячелетиями фактически. Зачем? Это не эквивалент счастливой жизни. Это, более того, даже не эквивалент достатка, а уж тем более здоровья и вообще радости от жизни. Произошло это подмена понятия. И вот сегодня звучали уже слова, да, для этого есть масса экономических, маркетинговых факторов. Конечно, огромное количество экономических организаций очень заинтересовано в том, чтобы мы упаковку покупали, и упакованы товары. Но, опять же, все равно есть обратная связь. Только от нас зависит, на что мы ведемся, грубо говоря, а на что нет. А вот это уже личное отношение каждого. И личное отношение еще внутренней радости к жизни. Да, очень глупо, скучно и безрадостно идти и набирать упакованную курицу и фрукты. Гораздо лучше выбрать яблоки самому и, собственно, ответить себе что-нибудь. То есть это мы делаем, но мы ленивы, грубо говоря, очень ленивы. В первую очередь, ленивы духовно. А с третьей стороны, я не могу неупакованную курицу положить вместе с яблоком в одну скуку. Многое, что сейчас происходит, то есть все же и человеческий фактор, да, он есть. То есть человек вообще может как-то повлиять на ситуацию и изменить в лучшую сторону? Да легко, конечно, может. Более того, только он и может. Мы не можем влиять на лукалимическую активность. И, собственно говоря, на выброс млекислого газа в зависимости от чего-то там. Но, действительно, конечно, мы можем. Это от потребляемых продуктов до образа жизни. От количества того, сколько электрических приборов в квартире вы включаете, и все ли они вам нужны, до, собственно, действительно, как мы сейчас упаковывать, курицу не упаковывать. Да, может и упаковывать, чего же бы нет. Только почему нужно выложить на подложку эти полкило? Почему их просто не положить в пакет? То есть даже вот такие моменты, о которых мы не задумывались. А жизнь вся в мелочах, понимаете? Мы очень часто о многих вещах не задумываемся, а надо. И я еще раз говорю, что сейчас в первую очередь, и ведь это позиция, скажем, даже не нашего поколения, и, может быть, даже не поколения 40-летних, 30-летних. Это позиция всех людей, которые будут жить потом. Да, все больше и больше наших детей, молодежи, детей, которые придут за нашими детьми, они этому не придают значения. Они привыкли к какому-то определенному образу жизни. Они уже не вспоминают о Тверской области, которая была и торопилась дрова. Не надо себя угнетать, Боже упаси. Вообще в жизни себя угнетать не надо. Но иметь мозги, а самое главное, иметь душу и сердце, конечно, обязательно. Попробуйте. Это приятно. Я уверяю вас, что если вы совершаете даже какой-то мелочь, какой-то поступок, и в голове у вас остается, что вы для чего-то его сделали. Да, глупый стикер на лимон, не на пакет. Вы уже не взяли его, вы уже отказались от чего-то. Постепенно в вашей даже голове, в собственном сознании, будет фирмироваться, что вы хороший. Приятно быть хорошим в этой жизни. Особенно, когда это не только ради себя, а это в принципе. Почему плохие парни – это хорошо, а хорошее – это плохо. Это культивируется сначала в кинематографе, а теперь это вышло на улице. Да, и фильм «Брат» – это наша икона. Да, это хороший актер. Но суть происходящего в этих фильмах омерзительная, безобразная. Нельзя делать это иконой поколения. Должны быть и другие какие-то ориентиры. И, конечно, Грета выглядит смешно. Потому что это ребенок, который рассуждает иногда о некоторых вещах, в которых не ориентируется ни в силу отсутствия разума, а в силу отсутствия опыта, возраста и образования. Но во многом она права по-человечески. Да, ее смешно слушать, когда она говорит среди людей, обреченных властью, образованием и финансами. Но почему нет? Как бы смешно это ни звучало. Как бы глупо она ни говорила, что я не хочу сказать, что сейчас нужно просто дать ей премию мира, и какая она молодец. Конечно, это ангажированная политическая и экономическая ситуация, и выступление, и вот такой некий найденный персонаж, вокруг которого делается определенный пиар. Но еще раз говорю, каждый из наших просто идущий в магазин, встающий утром, включающий свет, телевизор и воду в кране. Давайте подумаем, сколько раз, зачем, почему мы это делаем. Ведь элементарно, когда мы разговариваем с нашими студентами, вы зубы чистить начали. Вы, собственно, намочили щетку, нанесли зубную пасту. Что вы делаете дальше? Дальше вы чистите зубы. Пока вы чистите зубы, вода течет? Течет. У 99%... А зачем? У меня они течут. То есть, нас... И вот эти мелочи являются слагаемыми вещами. На самом деле, многие говорят, что... Слушайте, особенно нам, в том числе и в нашей стране, конечно, я не говорю в политически-глобальном масштабе, особенно при пенсионеров, малоимущих или еще кого-то, но в целом мы благостные. А есть люди и есть места. Не то, что зубы почистить. Глоток воды нельзя выпить. И сейчас мы сидим в этой студии, и в этом мире умирает огромная... От голода умирает. Не потому, что они бездельники. И даже не потому, что идет война. А потому, что произошло в том числе и вот это сдвижение температуры. И, к примеру, то сельское хозяйство, которое они вели до этого, доступ к ресурсам, хотя бы к воде, которую они имели, он исчез. И они либо вынуждены уходить, а куда? Хорошие места заняты. Поэтому, знаете, внутренняя доброта — очень широкое понятие. Это не просто погладить кошку и даже не дать на улице денег бедным, особенно если они у вас есть. Это все-таки своя сердечность во многом основана на понимании происходящего в жизни. Это просто. Вот просто вернуть все на свои места. Мы не хотим. Потому что это духовное, душевное и физическое усилие. А мы ленивы. Ну, вообще, если опыт зарубежных стран, у них там есть... Они очень боятся лишнюю воду потратить, свет, потому что там все это датчики, передатчики. То есть, это все счетчики. Ну, это как раз и у нас теперь. Они очень считают это все. Мы тоже считаем, это коммунальные услуги все дороже и дороже. Они считают деньги, потому что все это стоит денег. Да. И у нас это стоит денег. Но, в конце концов, я еще раз говорю, мы не бедные. Мы не бедные. Но мы как-то природными ресурсами, вот такое ощущение, что как-то не ценим. А что, Россия родина слонов, у нас все много. А зачем нам их ценить? О природных ресурсах. Парниковый эффект. Два способа, на самом деле, бороться с этим неблагоприятным явлением. Один способ, мы о нем говорили много, так называемая декарбонизация, то есть, меньше сжигать, будет меньше углекислого газа. Но другой способ, если так можно назвать, это сохранение естественных природных экосистем. Потому что углекислый газ – это пища для растений. И леса, болота депонируют, то есть, из атмосферы в землю, в почву, в торф, этот самый углекислый газ. И этот путь, особенно, мне кажется, для Тверской области важен. Этот путь – создание особо храняемых природных территорий, где ограничена эта вырубка и другие виды хозяйственного развития, использовать природных ресурсов. Буквально на днях мне прислали проект «Национальный парк за моложье». Я дальше не буду развивать. Но 90 тысяч гектаров – это то, что если сейчас лесорубы услышат, это где это, давайте скорее мы вырубим, пока еще тут нет национального парка. Такое случалось в истории Тверской области. Опять же, на днях в Осташкове проходила конференция «Водноболотные угодья» и «Сохранение биоразнообразия великого водораздела». И одной из главных тем было введение красной книги. И необходимость переиздания красной книги, которая с многими ошибками была, к сожалению, издана. Так вот, редкие виды краснокнижники – это один из путей введения красной книги для сохранения местных произрастания, обитания и для ослабления этого самого ужасного парникового эффекта. То есть, охрана живой природы – это способ нам и нашим потомкам избавиться от неблагоприятных последствий нашего уже неразумного хозяйствования. – Скажите, а вот у нас вообще, когда вы начали говорить о том, что у нас стали появляться птицы, которые не свойственны Тверской области, а вообще, если посмотреть на животный мир, он сохранен или как-то все равно наблюдается, может быть, уходят какие-то породы? Ну, то есть, меняется. Что меняется и с климатом? На этой самой конференции в Осташкове выявился такой печальный факт, когда в 2002 году, да, была первая наша Тверская красная книга издана, у нас в Тверской области обитало, гнездилось порядка десяти пар беркутов. Немного. Так вот, в 2019 году не получено ни одного достоверного подтверждения факта гнездования беркутов в Тверской области. То есть, очень может быть, что залетный-то еще есть, а вот своих наших уже нет. Это один этот факт, он заставляет подуматься и, как говорится, почесать в затылке, так ли мы живем и охраняем ли мы на самом деле живую природу. То есть, получается так, что они, куда они исчезают? Ну, куда исчезают? Они улетают в другую, более благоприятную жизнь. Ну, может быть, в Московскую область. Где уровень жизни вышла? Ну, во всем этом... Один фактор беспокойства. Квадроциклы, да, болото, а гнездятся беркуты обычно на болотных островах, куда не очень-то дойдешь и пешком. Много километров по болоту. А на квадроциклах приехали, остров сухой там. Может, и не нужен этот беркут-то, да? Ну, расположились, посидели, костер пожгли, там, повеселились. Все. Беркут бросает на зло. Если он собирался загнездиться, он смотрит. Э-э-э, тут такие творятся дела. Степень грамотности, особенно грамотности, природосообразная, она упала очень резко. И действительно, это его стиля образовательная, которая сейчас существует. Отсутствие экспериментальной базы, чем не занимаются дети в школе, чем они занимались раньше. Особенно в области естественных наук, так скажем. И это вот тот самый подход, когда для нас, пускай, мы стали жить в городах. Все, городское население превысило сельское в глобальных масштабах навсегда. Еще в 2008 году эта статистика продолжает вырастать. И мы настолько оторваны от реальной жизни, а в первую очередь дети. Все, что происходит даже на улицах нашего города. Действительно, немногочисленные живые организмы в виде деревьев, цветов, травы, птиц, случайно заходящих животных. Но если еще животные и птицы, хотя бы они динамичны. Они перелетают с места на место, они какие-то звуки издают, еще что-то. Ну, и как-то их воспринимают как элемент живой природы. Но растения, они статичны. Разговаривать они не умеют на месте, они стоят. И я больше чем уверен, что очень многие, даже сейчас, дети или молодежь, те же самые деревья вдоль дорог, воспринимают как столбы освещения. Что эти, что эти. Ровно то же самое. Отношения с точки зрения обрезки, валки, опиловки. Жуть же какая. Все это живое. И они могут не понимать поначалу этого уж так уж, как вот мы можем, взрослые, это оценить. Но не видеть они этого не могут. В конце концов, к ней приходится сознание, что к живому объекту можно относиться вот так. И тьфу вообще, собственно. А что? А что мы не заслужили? А почему мы должны жить? Все же говорят, мы должны жить лучше, чем ваши родители. Куда уж лучше. Уже и так все чудесно. Нет, это очень трудно остановить. Даже зимы нет. Все так прекрасно. Все хорошо. Европейское зиму. Лето, осень. Дело в том, что ведь есть, действительно, мы это можем прогнозировать, можем не прогнозировать. Но подобный прогноз тоже существует. Даже если мы говорим про растение, с точки зрения, уж всем понятно, потребления. Хорошо, мы не хотим быть гуманными. Мы хотим хорошо и сладко есть. Для россиян центральной полосы, к примеру, один из главных продуктов потребления все равно остается черный ржаной хлеб. И, собственно, мы к этому привыкли. Мы генетически к этому привыкли. Это колоссальная память поколений. Вообще все, что хотите. Однако же для выращивания именно этого вида зерновых нужны совсем другие температурные режимы и вообще другой цикл. И если динамика, которая будет сейчас, еще через 30 лет, и еще будет в том ключе, как она происходит сейчас, то эти культуры будут уходить из нашей зоны. В конце концов. Это будет легенда. Не будет условий для выращивания, грубо говоря, ржи, овса, ничменяя. В этом году тяжелые условия. Вот. Перезимовки. Вот это то, что сейчас и волнует, скорее всего. У нас тоже есть такой раздел агрометеорологии. Мы занимаемся и наблюдатели по области проводят наблюдения за полями и как ведут себя растения всевозможные. И вот в настоящий момент, да, условия перезимовки зимых. Они, они перерастают. То есть, сельскохозяйство, кто у нас, да, наше сельскохозяйство, будет переживать какие-то трудные времена все же, да? Думаю, что должно быть потруднее, чем обычно. То есть, урожайность будет меньше? Ну, это сложно сказать сейчас. Все зависит от того, как будет дальше происходить у нас. Что будет ровная весна, как она будет наступать. Да, с весна, какое будет лето, какая будет осень, самое главное. Ну, вот вы знаете, что самое главное? Все в связи с этим глобальным потеплением, все что ждут? Что будет жаркое лето. То есть, вот это вот, пусть будет что угодно, зима такая, но лето дайте жарко. Знаете, вовсе не факт, более того. Почему так не происходит? Нет такого, что у нас лето. Так происходит только в сказках. Знаете, когда динамика смещения, обязательно переезд экватора на широту Ржевского района. Ведь мало даже кто задумывается о том, что мы в очень благостном климате и регионе живем с точки зрения даже природных катаклизмов. У нас нет сейсмической активности. Мы не находимся, да, в зоне, но и это может измениться. И, к примеру, опасность прохождения смерчи, которую мы даже замечаем, тоже мы можем войти в ту зону, когда это будет случаться. Такое тоже может быть. Конечно, это тоже из области такого, а может, будет, а может, не будет. Так все в жизни так. Это так, как мы рассуждаем, когда очень сильно выпиваем, или курим, или плохо себя ведем, называется. А может, принесет. Как показывает опыт многих поколений, чаще всего это заканчивается печально, если, в общем, этим силе злоупотреблять. Так же, скорее всего, и здесь. То есть все, о чем мы говорим, о звенье очень сложных цепей. И здесь я очень надеюсь, что, да, и мои коллеги, и к общему знаменателю тоже мы к такому придем. Нельзя обвинять в этом только человечество или сетовать данную вулканическую активность и какие-то там выбросы. Мы все в этом. Только раньше нас было меньше. Раньше люди не были такие наглые. И миллиарды, которые проживают сейчас, да, очень часто ведут себя по отношению не только друг к другу, но к окружающему миру. Как потребители. Грубые потребители, невнимательные потребители, которым нет дела до всего. У нас еще звоночек в студии есть. Здравствуйте. Я еще хочу задать вопросик. Всем мы собравшимся. А может быть нам в Китае вводить систему баллов, которая бы, так сказать, оценивала деятельность человека, да, по потреблению, да? Отказывался от автомобиля, например, получил какие-то преференции, да, на образование, например, ребенка, да? И вот так, собирая баллы, вот как Сергеевич экономит там ресурсы у себя на даче, да, мы об этом знаем. Вот. И, соответственно, получает себе большее количество баллов, так сказать. Едет в общественную транспорт, молодец. И таким образом воспитывает, так сказать, и становится выгодно, значит, быть экономным. Спасибо. На самом деле, конечно, элемент такого цирка, когда, знаете, некая такая политическая дрессура, он возможен. Но как только эту конфету перестанут давать, люди очень быстро вернутся к тому образу жизни, который все-таки в первую очередь это образование. Образование, просвещение, воспитание. Вот это дает долгосрочный эффект. Люди, которые понимают, почему и зачем они это делают, должны делать. Люди, которые добрые не потому, что их за это похвалят, а потому, что они такие сами по себе, от них будет в рук. Воспитание, конечно, важно даже то, что мы не можем в нашей стране наладить раздельные сборы. Совершенно верно. Хотя на каком-то этапе я совершенно согласен со звонившим. Почему не применять какие-то методы стимулирования, похвалы или определенного подарочного эффекта к тем, кто действительно придерживается. Пускай это начнется хотя бы с организаций, а не с людей. С предприятий, которые и организации чувствуют определенную ответственность, которые действительно мусор раздельно собирают. Которые ставят фильтры и переводят свое производство хотя бы частично на возобновляемые вторичные источники. Пускай они получают налоговые льготы, пускай к ним будет особенное отношение. Они получают, а они штрафов меньше платят. Экологические штрафы и налоговые льготы – это разные вещи. Ну, штраф меньше, все-таки сумма средств остается. Поэтому хорошо и то, и то. Но самый долгосрочный эффект – конечно, эффект воспитательный. Конечно, эффект живого разговора, взгляд в глаза, объяснения, личного примера. Потому что всегда мы возвращаемся к тому, что бы ни показывало телевидение, что бы ни писали в газетах, что бы ни писали в интернете, ваши дети смотрят на вас. Вот вас они видят каждый день. И идеальные могут быть средства массовой информации. А вы будете вести себя гадко. И дети копировать будут не интернет, а в первую очередь родителей. И то, что им говорят, и то, что папа с мамой делают каждый день. И, конечно, ребенку в голову не придет. Может, говорит, Томбель придет. И не знаю, чем занимаются ее родители, когда они себя ведут. Может быть, она ведь не как семья живет. Но все начинается с семьи. Все и все. Александр Сергеевич, пожалуйста. Да, вот я продолжу. Вопрос-то был поощрение людей культурных и экономных. И о баллах. Живем мы или нет до системы. Но вот у меня в семье, я лично чувствую, испытываю чувство глубокого удовлетворения. У нас без всяких баллов. После того, как завел на дачу, правда, всем известный умывальник колокольчик. У меня есть водяной насос, раковина, из которой течет вода, как говорится, и все это уходит потом в землю. Когда нет жены, а у меня отпуск больше, чем у нее, я отключаю водяной насос, накачал водой. И вот из этого колокольчика я и руки мою, и зубы чищу, и посуду. И мне хватает, не знаю, 10 литров на сутки. Но мы колокольчиком все равно не можем повернуться. Ну, приезжает жена, говорит, ну опять этот колокольчик поставь. Ну ладно, я скрипя. Все стороны на колокольчике не переведешь. Скрипя сердцем, снимаю этот колокольчик. А дети, вот дочка смотрит. Вот на чью сторону она встанет, поживем, увидим. Ну, наверное, тут все равно можно сказать о чем. Понятно, что на колокольчике не переведешь. Но хотелось бы, чтобы после нашей программы был какой-то результат в том плане, чтобы люди задумались, да, все же, о том, что и от нас, даже от одного, вот если один изменится, два задумаются, а три перестанут что-то делать, это уже будет хорошо, это уже будет эффект от программы. Я благодарна, что вы пришли к нам в студию сегодня, что мы поговорили на такую тему, которая волнует. Спасибо, что вы поподнили такую тему. И многих волнует, как оказалось, нам сегодня звонили. Да, и спасибо за положительные эмоции. Надеюсь, что они передадутся и радиослушателям, и телезрителям. Спасибо.